Беседа о милостыне, произнесенная после того, как он, святой Затауст, в зимнее время прошел и увидел на площади бедных и нищих, лежащих без презрения. С ходатайством праведным, полезным и почетным для вас, представлюсь сегодня перед вами. Уполномочили на него меня не другой кто, а живущие в нашем городе бедные, ни словами, ни голосами или мнением общественного совета, но жалким и самым горестным видом своим. Проходя через площади по улицам и поспешая в ваше собрание, я видел много лежащих среди дороги людей, из которых одни без рук, другие без глаз, иные покрыты стручьями и ранами, и выставляли на вид те, особенно члены, которые нужно бы закрывать по причине находящегося на них гноя. И почел крайне бесчеловечным не сказать об них любви вашей, особенно когда сверхсказанного, то есть о жалком положении бедных, побуждает нас к этому и самое время года. Правда, и во всякое время нужно говорить о милостыне, потому что мы и сами имеем великую нужду в милости создавшего нас Господа, но особенно это необходимо в настоящее время, когда такая большая стужа. Летом бедные получают великое облегчение от самого времени года, тогда они безопасно могут ходить и ногами, потому что солнечные лучи служат им вместо одежды. Они могут сидеть прямо на мостовой, спокойно проводить ночи под открытым небом, не имеют такой нужды ни в обуви, ни в вине, ни в большом количестве пищи, но довольствием со водой из источников насыщаются одни самыми дешевыми овощами, другим небольшим количеством сухих семян, так как самое время года предлагает им готовую трапезу. А не менее этого есть тогда для них и другое облегчение – в удобстве заниматься работами. В них-то особенно содействии нуждаются и строители домов, и возделатели земли, и плавающие по морям. Что для богатых поля, дома и другие источники доходов, то для бедных – их собственное тело, и весь доход их от собственных рук, а больше ниоткуда. Таким образом, летом они получают некоторое облегчение, в зимнее же время против них со всех сторон великая война и двойная осада, потому что внутри голод съедает их утробы, извне стужа сжимает и делает окоченелым тело их. Поэтому зимой они нуждаются и в большем количестве пищи, и в более теплой одежде, и в кровле, и в постели, и в обуви, и во многом другом. А что всего хуже, не имеет возможности заниматься и работами, потому что не позволяет время года. Итак, когда у них и наибольшая нужда в необходимом, а сверх того нет и работы, потому что никто их несчастных не нанимает и не приглашает в услужение, вот мы взамен нанимающих употребим в дело руки милосердных, взяв сотрудники себе в этом деле Павла, истинного покровителя и попечителя бедных. Действительно, он так печется об них, как никто другой. Разделившись с апостолом Петром касательно учеников, он не разделился в попечении о бедных, но сказал, «И подали руку мне и Варнаве в общение, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Прюсокупил только, чтобы мы помнили нищих, что я и старался в точности исполнить». И точно, во всех своих посланиях он заводит об них речь, так что не найдешь ни одного, в котором бы не было подобного увещания. Знал он, хорошо знал, как важно это дело, поэтому и присовокупляет наставления о бедных ко всем другим увещаниям и убеждениям своим, как бы полагая на здании прекрасную кровлю. Так сделал он и здесь. Побеседовал в воскресенье и исправившись все прочее, он обратил наконец речь к милостыни и сказал, «А о сборе для святых поступайте так, как я постановил в церквах галатийских, чтобы откладывали кто что имеет в первый день недели». Смотри на мудрость апостола, как благовременно он коснулся этого предмета. Наперед напомнил о будущем суде и страшном оном судилище, о славе, которой облекутся праведной и о вечной жизни, а потом уже предлагает слово и о бедных, чтобы слушатель, одушевившись приятными надеждами и сделавшись благорасположительнее, принял это наставление с большим усердием, когда в нем будет жив страх суда, и душа станет услаждаться ожиданием будущих благ. В самом деле, кто в состоянии любомудрствовать о воскресенье и весь перенесся в будущую жизнь, тот почтет за ничто все настоящее, и богатство, и обилие, и золото, и серебро, и драгоценные одежды, и удовольствие, и роскошный стул, и все прочее подобное этому. А кто считает все это за ничто, тот весьма легко примет на себя попечение о бедных. Поэтому и Павел хорошо сделал, что, приготовив наперед ум коринчан рассуждением о воскресенье, предложил потом и увещание. И не сказал о милостыне, которая к бедным или к нищим, но которая к святым, научая этим слушателей почитать и бедных, когда они благочестивы, и презирать богатых, когда они не брегут о добродетели. Так он и царя назвал нечестивым и беззаконным, когда тот был врагом Божиим, и бедных святыми, когда они скромны и честны. Нерона он называет тайной беззакония, говоря, тайной беззакония в действии, а бедных, не имеющих и насущного хлеба, напитающихся подаянием, назвал святыми. А вместе с этим он и коринфянам тайно внушал не высокомудрствовать и не гордиться получением такого повеления, как будто бы они подавали милостыне людям низким и презренным, но твердо знать и уверять себя, что удостаиваясь иметь общение в скорбях бедных, они получают величайшие почести. Между тем стоит труда рассмотреть и то, кто эти святые, потому что Павел упоминает об них не только здесь, но и в другом еще месте, и говорит так, ныне же я иду в Иерусалим послужить святым. Римлянам 15.25 Об этих же самых святых упоминает и Лука в Деяниях, когда говорит по поводу угрожавшего великого голода. «Тогда ученики положили каждый отлагать по своему достатку и послать пособия братьям к нищим, святым, сущим в Иерусалиме». Иоанне 11.29 «И в том месте, о котором я выше сказал, обнижа Павел говорит, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я точности исполнить». Галатам 2.10 Когда мы, говорит, разделились между собой, и я взял и язычников, а Петр и иудеев, то с общего согласия положили, чтобы это разделение не касалось бедных. В самом деле, когда они проповедовали, то проповедовали один иудеям, а другой язычникам, но когда заботились о бедных, тогда уже делали не так, чтобы один заботился только о бедных из иудеев, а другой о бедных из язычников. Нет, каждый из них имел великое попечение и о бедных, бывших между иудеями. Потому и говорит Павел, только чтобы я помнил нищих, и все мы помнили нищих, что и старался я в точности исполнить. Кто же эти бедные, о которых он говорит здесь и в послании к кремлянам и галатам, за которых просил и македонян? Это бедные из иудеев, живших в Иерусалиме. А почему он так заботится о них? Разве не было бедных и нищих в каждом городе? Почему же он к ним именно посылает и об них просит всех, не без основания, не без причины и не по какому-либо пристрастию, но с доброй и полезной целью? Впрочем, для объяснения этого надо бы начать речь несколько издалека. Когда дела иудеев пришли в упадок, и они, распяв Иисуса, произнесли сами против себя этот приговор, что нет у нас царя, кроме Кесаря, и уже подпали под власть римлян, тогда они не могли управляться сами собой, как прежде, и не были совершенными рабами, как теперь же, стояли в ряду союзников, и хотя платили царям подать, и от них принимали себе начальников, однако во многом пользовались и своими законами, и наказывали своих преступников по отечественным постановлениям. И что они действительно платили подать римлянам, это видно из того, что, искушая Иисуса, иудеевы спрашивали, «Учитель, нужно ли, позволительно ли давать подать Кесарю или нет?» А он, повелев им показать монету, отвечал, «Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие Богу!» А Лука говорит, что и при храме Иерусалимском были военачальники и тысяченачальники. Это достаточно доказывать, что иудеи были подвластны римлянам. А что они пользовались и собственными законами, видно из следующего, «Они побили камнями Стефана, не приводя его в судилище, умертвили Иакова, брата Господня, распяли самого Христа, тогда как судья признал его совершенно невинным и хотел отпустить. Поэтому-то он и умыл руки, и сказав, «Не повинен я этой крови». И когда увидел, что он сильно, а не сильно настаивает, то не произнес сам приговора, но уклонился, а они, воспользовавшись собственной властью, сделали потом все. Часто нападали они на Павла. Итак, поскольку иудеи имели собственное судилище, то от этих судилищ, уверовавшим соплеменникам их, приходилось терпеть самые тяжкие страдания. Были и в других городах, и судилища, и законы, и начальники, но у язычников никто не мог по своей воле ни поражать мечом, ни побивать камнями тех, кто отступит от их веры, по причине, но причинять им другое какое-либо зло. И кто был обличаем, что сделал что-нибудь такое без приговора судей, тот сам подвергался наказанию. Напротив, иудеи пользуются в этом отношении большой свободою. Поэтому-то уверовавшие из них терпели больше всех, находясь как бы среди волков и не имея избавителя. Так иудеи много раз бичевали и Павла. Послушай, вот он сам объявляет и говорит об этом 2 Коринфянам 11.24 От иудеев Петра сдано мне было по 40 ударов без одного. Три раза меня били палками, одна же камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Что это сказано не по догадке, доказывает сам Павел, когда пишет к евреям. То сами среди поношений и скорбей служат зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью. Зная, что есть у вас на небесах имущество высшее и неприходящее, напоминает, вспомните прежние дни ваши, когда вы бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страдания. Евреям 10.32 И давая наставление фессалоникийцам, он выставил на вид этих же верующих из иудеев, когда говорит им 1 фессалоникийцам 2.14 Ибо вы, братья, сделали с подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев. Итак, так как эти верующие терпели больше всех и не только не находили ни в ком из иудеев сострадания, но и были лишаемы всего своего имущества, водимы, влекомы и гонимы от всех, то Павел справедливо возбуждает верующих всех мест к оказанию им помощи. Вот и здесь за них же просит Коринфян он и говорит так. При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских 267. Итак, кто эти святые и почему Павел особенно заботится об них. Это объяснено достаточно. Теперь надо рассмотреть, для чего он упомянул о галатах. Почему он не сказал о милости некоторых святым так делаете? Объясняет так. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Для чего он это делает? И при том упоминает не об одном, не о двух и не о трех городах, но о целом народе. Для того, чтобы коринчане оказали большую готовность и похвала другим, возбудила в них ревность. Затем апостол говорит и о способе какой он назначил для собирания милостыни. Первый день недели, чтобы каждый отлагал. Первый день недели, назвал он день воскресным. Почему же он назначил для пожертвования именно этот день? Почему не сказал во второй день после субботы, третий день после субботы или в самую субботу не спроста и не без цели, но с тем, чтобы в самом времени найти себе споборника к возбуждению большего усердия в жертвователях, потому что благоприятное время немаловажная вещь во всяком деле. Но отчего скажешь, время это может способствовать к убеждению подавать милостыню. От того, что в этот день воскресный прекращается всякая работа, душа от успокоения становится веселее, а что всего важнее, в этот день мы получили бесчисленное множество благ. В этот день разрушена смерть, истреблено проклятие, уничтожен грех, сокрушены врата адовы, связан дьявол, прекращена долговременная брань, совершилось примирение Бога с человеками, род наш вошел в прежнее или гораздо лучшее состояние, и солнце увидело удивительное чудное зрелище человека, сделавшегося бессмертным. Обо всем то этом и тому подобном желая напомнить нам, Павел Средин в этот день, делая его как бы ходатаем своим, и говоря каждому, подумай, человек, сколь многие великие блага получил ты в этот день, от каких избавился зол, чем ты был прежде, и чем стал после того, если мы празднуем дни своего рождения, а многие из наших слуг и те дни, когда они получили свободу, проводят с великим почтением, и одни устрояют пиршество, а другие щедрые дарят тем более нам должно уважать тот день, который по справедливости можно назвать днем рождения человеческой природы. Мы пропадали и нашлись, мертвы были и ожили, были врагами и примирились, поэтому и надо начтить этот день честью духовною, не пиршество устроять, не вино разливать, не упиваться и ликовать, но довольствовать беднейших братьев наших во всем. Это говорю не для того, чтобы вы только хвалили, но чтобы и сами так поступали. Не думайте, будто это сказано только коринфянам, нет, сказано и к каждому из нас и ко всем, кто будет жить после. Будем и мы делать то же самое, что заповедовал Павел. Пусть каждый в день воскресный откладывает дома деньги Господни, приносимые самому Господу в лице нищих. И пусть это сделается законом и неизменным обычаем, тогда мы не будем уже иметь нужду ни в увещании, ни в совете, потому что такие дела делать можем не только словом, но и увещание, сколько привычка, утвердившаяся временем. Если мы постановим себе правилом в день воскресный откладывать что-нибудь в пользу бедных, то хотя бы встретилось тысяча нужд, не нарушим этого правила, сказав в первый день апостол прибавил каждый из вас не богатым только говорит внушаю это, но и бедным, не свободным только и рабам, не мужам только и женам, пусть никто не будет свободен от этого служения, не лишен прибыли, но пусть всякий делает пожертвование, и бедность не может быть препятствием к такому пожертвованию. Хотя бы ты был до крайности беден, но верно не беднее той вдовы, которая принесла в дар все свое имение. Хотя бы ты был до крайности беден, но верно не беднее жены Сидонской, которая, имея только горсть муки, не отказалась принять пророка. Видела она, что вокруг ее лик детей и грозит голод, и нет у нее ничего более в запасе, и однако приняла пророка с великим усердием. А почему апостол сказал отлагает у себя и сберегает, потому что откладывающий в пользу бедных может быть постеснялся и показать свое пожертвование, когда оно мало. Поэтому говорит ты береги и храни, а когда частых вкладов малое сделается великим, тогда уже открывай. Не сказал при том собирая, но откладывая, сохраняя, сберегая сокровища, чтобы ты знал, что эта издержка есть сокровище, что этот расход есть прибыль, сокровище, лучшее всякого сокровища. Это чувственное сокровище издерживается и расхищается, и часто губит нашедших его, а то небесное совершенно напротив, всегда неуменьшаемо и безопасно от расхищения, спасительно стяжавшим и получающим его. Оно не истребляется временем и не гибнет от зависти, но недоступно никаким злым умыслам и доставляет бесчестное благо собирающим его. 269. Так послушаемся и будем делать это же и мы. Пусть в домах наших хранятся вместе с нашими собственными и священные деньги, чтобы из-за них сберегались и собственные. Ведь если в царском казнохранилище будут положены деньги кого-либо из подчиненных, то и эти деньги совершенно безопасны из-за царских. Так если в твоем доме будут храниться деньги бедных, откладываемые в день воскресный, то из-за них и твои собственные будут безопасны. Таким образом по руководству Павла ты соделаешься блестителем своего имущества. Что я говорю? Отложенное послужить тебе поводом и побуждением отложить еще больше. Сделай только начало этой доброй привычки и ты уже сам будешь побуждать себя к откладыванию милостыни без всякого приглашения. Пусть же дом каждого из нас делается таким образом церковью от хранящегося в ней священных денег, потому 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 что и здешние то есть церковные сокровищницы образуются из тех из домашних. Место где лежат деньги бедных недоступно для демонов и деньги собираемые на милостыню ограждает дома лучше всякого щита копья оружия силы телесной и множество воинов. И так сказав когда кому и как надо насобирать эти деньги Павел количество сбора предоставил самим жертвователем он и не сказал подай столько-то и столько-то чтобы такое повеление не было тяжко так как многие ссылаются на бедность чтобы бедные не говорили что же если мы не в состоянии нет меру подаяния он определил силою дающих говоря так пусть отлагает у себя и сберегает сколько позволит ему состояние не сказал что может или что найдется но сколько позволит состояние показывает тем что подающему будет содействовать и высшая помощь и благодать Божия Павел заботился не о том только чтобы деньги подаваемые были бедным но и о том чтобы это делалось совершенным усердием и сам Бог повелел давать милость не для того чтобы только насыщались бедные но чтобы и подающие получали благодеяние и даже больше для последних чем для первых если бы Павел заботился только о бедных то повелел бы только подавать деньги а не требовал бы усердия со стороны дающих но вот теперь апостол и там и здесь старается особенно о том чтобы подающие подавали с удовольствием и радостью так в одном месте он говорит чтобы не было у нас недостатка поэтому доброход на дающего Бог любит не просто дающего но делающего это доброходно а в другом месте говорит что подавай подавай в простоте предстоятель трудись с отчанием милующий с добрым изволением римлянам 12.8 ведь то и милостыня когда подаешь ее с радостью и думаешь что сам больше получаешь чем сколько даешь поэтому Павел всячески старается сделать эту заповедь легкой чтобы подаяние было с усердием в самом деле смотри сколько он представил обстоятельств облегчающих тяжесть этого дела во-первых повелевает делать подаяние ни одному ни двум или трем человеком но всему городу потому что слово милостыня означает не что иное как сбор или складчину общих подаяний во-вторых указывает на достоинства приемлющих потому что не сказал бедным но святым в-третьих представляет пример тех которые тоже сделали как я устроил в церквах галактийских постановил в-четвертых показывает что благоприятствует этому самый день в первый день недели каждый из вас пусть отлагает и сберегает в-пятых повелевает не всю милость а не подать вдруг но собирать исподвали понемногу а ведь не одно и то же велеть принести все в один день или раздробить приношение по частям на несколько дней такое раздробление делает и издержку нечувствительную в-шестых не назначает меры подаяния но предоставляет ее на волю дающих и показывает что в этом помогает и Бог потому что слова кому сколько позволит состояние означает то и другое к этому присовокупил и седьмое обстоятельство сказав чтобы не делать сборов когда я приду здесь он и поощряет их ожиданием своего личного присутствия и утешает указывая на время своего прибытия впрочем не удовольствовался и этим но прибавил еще и восьмое обстоятельство когда же приду до которых вы изберете тех отправлюсь письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим а если прилично будет и мне отправиться то они со мной пойдут смотри как чуждо тщеславие смиренно это блаженная и возвышенная душа как она попечительна и сердобольна он не захотел и не решился сам по собственному выбору назначить людей для отнесения денег в Иерусалим но предоставил выбор их Коринфянам и не почел для себя обиду если избрание этих людей состоится по мнению и воле Коринфян а не по мысли Павла напротив он нашел несообразным чтобы подаяние сделали они а людей для отнесения подаяний выбрал он поэтому он предоставил это им являя с одной стороны свое смирение с другой избегая всякого повода и самой тени оскорбительного для него подозрения хотя он был светлее и солнца и чист от всякого дурного подозрения но и при этом однако всячески старался ищадить слабых и избегать неправильного о себе мнения поэтому он и говорит когда я приду и если прилично будет мне отправиться то и они со мной пойдут что говоришь так ты не плывешь не берешь денег а поручаешь это другим чтобы от этой мысли не ослабело усердие их смотри как он предотвращает и это не просто ведь сказал кого вы изберете тех пошлю но как с посланными телом говорит я не буду присутствовать но посредством песен своих буду там и приму участие в их служении 272 а мы достойны ли тени Павла или подножия его после того как он пользуясь такой славой у всех отстраняет от себя все почести а мы досадуем и негодуем если распорядители этих денег собираем их в пользу бедных избираются не по нашей мысли не по нашему решению приговору считаем обидой для себя когда жертвующие своим имением делает это без нашего ведома и согласия посмотри еще как он апостол Павел везде помнит себя и нигде не забывается ведь не назвал он этого ни заповеди ни милостыней но благодатью показывая тем что как воскрешать мертвых изгонять демонов очищать прокаженных так и облегчать бедность и простирать руку помощи нуждающимся есть дело благодати и даже последнее более чем первое впрочем хоть это и благодать однако же с нашей стороны требуется усердие и готовность чтобы нам решиться и захотеть и сделать достойными благодати и так Павел ободрил Коринфян во первых тем что хочет послать свои письма назначенными для отнесения милостыни а во вторых еще более этого тем что обещается и сам идти вместе с ними если же говорит прилично будет и мне отправиться то они со мною пойдут замечая здесь мудрость его он и не отказался идти вместе и не обещал вдруг но предоставил и это на решение дающих и сделал их полными распорядителями насчет его путешествия объяснив что он наверно отправится в путь если подаяние будет так обильно что побудит его идти так должно разуметь слова если прилично будет если бы он совершенно отказался от путешествия то ослабил бы усердие и ревность их опять если бы выразил свое обещание нерешительно так же сделал бы их нерадивыми поэтому он и не отказывается решительно и не обещает но отдает это на волю Коринфян говоря если прилично будет слыша что Павел желает нести их подаяние они приступали к делу с большим усердием и готовностью чтобы святые руки его распорядились их подаянием и его молитвы присоединились к их пожертвованию если же Коринфяны намереваясь поручить Павлу отнесение своих приношений делали их поэтому с большим усердием то какое получишь нисхождение ты когда имея возможность подать Господу Павлу потому что он принимает в лице бедных не делаешь этого ведь и тот кому уверена была вся вселенная и кто имел попечение в церквах всей подсолнечной обещал участвовать в распоряжении деньгами для бедных не иначе как если сбор их будет значительным и достоин особого внимания размышляя об этом и мы если понадобится или самим нам подать или послужить другим в распоряжении их подаянием не поленимся делать это и не будем унывать как будто через это у нас убавляется имущество земледелец когда бросает семена в землю и на это издерживает все свое достояние не печалится не скорбит и эту трату считает не потеряю но выгодою и прибылью хотя надежда его и несомненно не странно ли же что ты который сеешь места коина с гораздо более верной надеждой и можешь вручить серебро самому Христу уклоняешься медлишь и ссылаешься на бедность разве бог не мог повелеть земле чтобы она произрастила чистое золото кто сказал да произрастить земля зелень траву и тотчас предоставил это былье во всей красе тот мог повелеть чтобы источники и реки текли везде золотом но он не восхотел этого а оставил многих жить в бедности и для их и для твоей пользы бедность после более способствует добродетели нежели богатство и за кем есть грехи те могут находить немало утешения в пособии нуждающимся сам бог так печется об этом что когда он пришел и облегся плоти и жил с людьми то не отрекся и не почел за стыд самому заботиться о бедных он столько умножал хлебы одним повелением творил все что хотел мог в одну минуту представить тысячи сокровищ и однако не сделал этого но повелел ученикам своим иметь ящик носить что туда опускали и из этих денег помогать бедным когда он прикровенно говорил Иуде о предательстве ученики не понимая о чем шла речь подумали что он велел Иуде подать что-нибудь бедным потому что этот сказал носил с собою ковчежец ящик что в него ложили бог много печется об оказании милосердия не только с его стороны нам но и с нашей стороны подобным нам он и в ветхом и новом завете дает множество законов об этом повелевая быть милосердным всячески и словами и деньгами и делами Моисей весьма часто говорил об этом в своих узаконениях пророки от лица Божьего пьют милости хочу а не жертвы посея 6.6 и апостолы все согласны с ними и делают и говорят не будем же не родить об этом деле потому что через него мы приносим величайшую пользу не бедным а себе и больше получаем нежели даем 274 говорю об этом не без причины но потому что многие часто входят в строгие исследования о нуждающихся расспрашивают об их отечестве образе жизни нравах занятиях и о здоровье телесном делают им упреки и требуют от них множества объяснений касательно их здоровье оттого-то многие из бедных представляются изувеченными по телу чтобы видом этого несчастья преклонить нашу жестокость и бесчеловечие летом попрекать их за это хоть и жестоко но не так еще но зимой и во время стужи быть столь безжалостным и бесчеловечным судьею и не оказывать им никакого снисхождения за то что ничего не делают не есть ли верх жестокости для чего же скажешь Павел давал все солныкицам такой закон если кто не хочет трудиться то ты не ешь для того чтобы и ты услышав это обращал слова Павла не к бедному только но и к себе самому потому что заповеди Павла относятся не к бедным только но и к нам скажу и нечто тяжелое и неприятное знай что рассердитесь но несмотря на это скажу потому что и говорю не для того чтобы оскорбить вас но чтобы исправить мы попрекаем бедных праздностью которая часто заслуживает и извинения а сами часто делаем такие дела которые хуже всякой праздности но я скажу владея отцовским наследством неужели же скажи мне бедный должен погибнуть за то что он беден и от бедных родителей и не имел богатых предков но поэтому то особенно он и заслуживает милосердие и сострадание со стороны богатых ты проводя часто целый день в театре или в собраниях и в разговорах бесполезных или даже вредных не думаешь что делаешь худо и ничем не занимаешься а этого несчастного и жалкого бедняка который целый день проводит в прошении милостыни в слезах и в тысячи бед осуждаешь и влечешь в судилище и требуешь от него отчета где же тут скажи мне человеческая совестливость и так когда будешь говорить что же скажем Павлу говори так не бедным только но и себе самому а с другой стороны считай не только его угрозу но и снисхождение потому что апостол сказал если кто не хочет трудиться то и не ешь превысокупил вы же братья делая добро не унывайте но какой у них благовидный предлог это говорят беглецы пришельцы негодяи покинут свою родину они стекаются в наш город так на это ли ты скажи мне досадуешь и обрываешь венок нашего города что все считают его общей пристанью и чужой город предпочитает своему родному но надлежало бы радоваться и восхищаться тем что все прибегают к вашим рукам как на общий рынок и считает этот город общей матерью не помрачайте же славы и не умоляйте чести которой он пользуется издревле от времен отеческих некогда как угрожал голод всей земле жители этого города антиохии отправили с варнавой и саблом немало денег жителям Иерусалима тем самым о которых и мы говорили в этой беседе какое же можем иметь оправдание или извинение если наши предки питали на свой счет жившие вдали от них и сами ходили к ним а мы отгоняем и тех которые из других мест прибегают к нам и делаем об них строгие разыскания зная при том что сами мы виновны во множестве грехов если бы Бог стал так же строго исследовать наши дела как мы бедных мы не получили бы никакого прощения никакой милости ибо каким судом судите говорит Писание таким будут судить и вам будь же человеколюбив и снисходителен к сорабу прости ему прегрешения сколь немного их и будь милосерд дабы и сам ты удостоился того же для чего сам себе причиняешь беспокойство для чего делаешь разыскание если бы Бог повелевал разведывать образ жизни бедных требовать от них объяснений тщательно исследовать нравы их тогда не стали ли бы роптать многие не сказали ли бы что это такое Бог предписал нам дело трудное мы не можем исследовать образ жизни других и знать какие такой-то сделали грех не сказали ли бы многие еще многое в этом роде а теперь когда он освободил нас от всякого такого разыскания и обещал полную награду за подаяние милостыни будут ли получающие злые или добрые люди мы сами на себя навлекаем беспокойство откуда же скажете видно что мы получим награду за подаяние милостыни как добрым так и недобрым из слов самого Господа молитесь говорит он за творящих вам напасти Матфея 5 44 благословляйте проклинающих вас благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас да будете сынами отца вашего небесного ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных как Господь твой несмотря на то что при многе оскорбляет его нечестивыми словами блудодействует крадут разбойничают раскапывают могилы и делают множество зла не прекращает своих ко всем благодеяний но по своему человеколюбию всем посылает солнечные лучи дожди и плоды земные так поступай и ты и когда будет время для милостыни и человеколюбия облегчай бедность прекращай голод избавляй от скорби и ничего больше не разыскивай если если мы станем исследовать образ жизни нуждающихся то не окажем милости ни одному человеку но из-за такой неуместной пытливости останемся бесплодными никому не подадим помощи и будем трудиться без всякой пользы и напрасно поэтому прошу вас оставив эту неуместную пытливость подавайте милостыню всем нуждающимся и делайте это с великой щедростью чтобы и нам самим удостоиться в тот день будущего суда великой милости и снисхождения от Бога который дополучен всем и по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа с которым Отцу со Святым Духом слава держава честь ныне и пресной во веки веков Аминь